Москва давит, Ереван сопротивляется, Анкара форсирует строительство На протяжении всей своей истории Южный Кавказ являлся перекрестком цивилизации и торговых путей, одним из главных геоэкономических узлов Евразии. После победы Баку в 44-дневной отечественной войне и последующей контртеррористической операции в сентябре прошлого года возникли прекрасные предпосылки для более полного использования транспортного потенциала путем разблокирования дорог между Арменией и Азербайджаном. В опубликованном накануне интервью газете «Известия» посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов отметил, что для стран региона важно скорейшее открытие транспортного коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчеванской автономной республикой, НАР. Эта работа продвигалась бы быстрее, если бы Армения не затягивала переговоры по вопросу открытия коридора. Формирование на освобожденных территориях Азербайджана железнодорожной и автомобильной инфраструктуры будущего Зангизурского коридора станет весомым импульсом для расширения потенциала среднего коридора, кратного роста транзитных перевозок между Востоком и Западом. О наличии такого потенциала свидетельствует тот факт, что во времена СССР по транспортным линями, проложенным через Зангизур, ежегодно перевозилось 7-12 миллионов тонн грузов. Увы, но вопреки пунктам трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе, подписанного 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, за последние три с лишним года Ереван так и не предпринял конкретных шагов для открытия транспортных коммуникаций в регионе. Этот посыл вновь прозвучал в интервью российского посла в Азербайджане Евдокимова газете «Известия». По разным не очень понятным мне причинам армянская сторона затягивает переговоры по вопросу открытия транспортного коридора из основной части Азербайджана в Нар. Для азербайджанской стороны крайне важно наличие стабильного транспортного маршрута с Нахчиваном, во время Первой Карабахской войны были прерваны все сообщения, была отключена поставка электроэнергии в Нахчиван, поэтому для Баку безопасность маршрута не абстрактная тема, отметил российский дипломат. По его словам, Россия была готова восстановить проходящую по территории Армении ЖД линию достаточно быстро и за свои деньги, на этом маршруте сохранились туннели, там, по-моему, есть и мост. Как результат, подчеркнул российский посол, в прошлом году Баку и Тегеран подписали соглашение о строительстве железнодорожного пути через территорию Ирана, этот участок немного более протяженный, чуть более 60 километров, маршрут более сложный, но эти работы уже идут. Дипломат отметил, что с использованием данного маршрута появится возможность доставлять российские грузы через Азербайджан и Иран, а впоследствии в Турцию после соединения турецких железнодорожных линий СНАР. Примечательно, что чуть менее месяца назад глава российского МИД Сергей Лавров также обвинил Армению в затягивании переговорного процесса, в препятствовании открытию этого важнейшего компонента среднего коридора. Очень печально, что открытие такого выгодного для Армении маршрута через Сюникскую область до сих пор остается на бумаге. Я вижу причину в позиции Еревана, испытывающего сложности с тем, чтобы выполнить обязательства по открытию маршрутов точно так же, как это записано в трехстороннем заявлении, отметил Лавров, подчеркнув, что Ереван выдвигает новые требования в том, что касается обеспечения безопасности на пути следования и так далее. Здесь уместно отметить, что прокладка ЖД-коммуникаций через Зангизур — оптимальный вариант для самой Армении как с точки зрения удобства маршрута и оптимальности его логистики, так и в плане расходов на модернизацию путей на инфраструктуры. В конце прошлого года вице-премьер Армении МГер Григорян отметил, что ориентировочная стоимость сорока шестикилометровой железной дороги Городис, Азербайджан, Ерасх, Армения, была рассчитана еще год назад и оценивается в сумму порядка 230 миллионов долларов, что с учетом готовности РФ профинансировать эти расходы, вполне посильное начинание. Открытие Зангизурского коридора способствует экономическому процветанию и создаст множество возможностей для самой Армении. Это также позволит нам, вместе с Грузией, конкурировать за международный трафик, увеличить объем операций в этой сфере и положить конец конфликтам, установив мир и стабильность в регионе, — сказал советник президента Сакар Эльчин Агакиши в ходе состоявшейся на днях в Баку конференции. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты международной компании Fitch Solutions, согласно их прогнозам, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено уже в первой половине 2024 года, что позволит значительно ускорить процесс открытия Зангизурского коридора. Как скоро созреет политический стеблишмент в Ереване до понимания исторических перспектив прочного мира на Южном Кавказе и Гешефтов, который принесет самой Армении открытие транспортных коммуникаций, вопрос во многом риторический. Тем не менее, и в случае отсутствия конструктивных подходов в Ереване, в Баку разработаны и реализуются альтернативные варианты, в частности, Аразский коридор. Так, 6 октября 2023 года в районе поселка Акбен Зангеландского района состоялась церемония закладки фундаментов автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном. Создаваемые здесь объекты автомобильной и погранично-таможенной инфраструктуры послужат увеличению транзитных грузоперевозок через территорию двух стран и облегчат въезд, выезд в Нар. В частности, новый мост, ключевой компонент строящейся автомобильной дороги городист Жибраил Зангеланд-Акбенд протяженностью в 123,6 километра, в дальнейшем эта трасса соединится с транспортными коммуникациями Нар, с выходом в направлении Турции. На этом же пограничном участке в Акбенде в будущем планируется строительство ЖД-инфраструктуры, если не будут достигнуты договоренности с Арменией. В целом, формирование инфраструктуры Зангизурского коридора на территории Азербайджана продвигается весьма успешно, завершено почти 90% строительных работ на автомагистрали первой технической категории городист Жибраил Зангеланд-Акбенд. В то же время, за три года проложено около половины от 110,4 километрового однопутного ЖД-сегмента Зангизурского коридора, проходящего по территории Джибраилского из Ангеландского районов до пограничного поселка Акбенд. Прокладку этой стальной магистрали осуществляют турецкие компании при поддержке местных подрядчиков, и все работы планируется завершить в 2025 году. Баку самостоятельно финансирует все работы по формированию инфраструктуры Зангизурского коридора на территории республики, также последовательно реализуются планы по продлению этого маршрута по территории соседних стран. Ключевым партнером в этом направлении выступает братская Турция. Строительство азербайджанского участка Зангизурского коридора, начинающийся от Баку и до Городиза, близится к завершению. Протяженность турецкого участка коридора составляет 224 километра. В целом весь процесс создания этого коридора займет несколько лет, и ориентировочно к 2028 году мы завершим все работы, тем самым Турция получит прямой и более простой выход к тюркским странам Центральной Азии, заявил в интервью турецкому каналу ТВЭД в январе этого года министр транспорта и инфраструктуры страны Абдул-Кадыр Уралоглу. По словам министра, потребуется реконструкция существующей дороги, соединяющей Нар с Турцией, протяженностью около 100 километров. Ее продолжением станет железная дорога Игдыр-Карс, по которой тендерные процедуры уже проведены, и непосредственные строительные работы по прокладке ЖД путей стартуют в текущем году.